добрый день дамы и господа ladies and gentlemen меня зовут якоб файн сегодня я решил включить камеру у себя в машине я еду из манхэттена в бруклин и думаю чем не поснимать заодно не я же снимаю снимая же камера вы находитесь на канале якоб файн это такой необычный выпуск это только для тех кого и кому интересно посмотреть нью-йорк информации будет немного просто буду комментировать то что видеть сейчас я нахожусь на улице из 49 и угол из 49 достал надо повернуть налево я стою не в левой полосе я их пропущу конечно же так me town east называется этот район восточная часть города средняя часть города но еще и восточная городе лица 5 и веню на восточную который все что справа 5 это восточная east side все же слева это west side вот видите вот улицы сейчас пойдут по убыванию вот видите ли вы знаки вот сейчас там зелененький такой знак на столбе 48 мы едем по второй по уменьшению улиц за 42 доедем повернем налево с какой целью с целью чтобы попасть на fdr на трассу fdr которая нас приведет куда к бруклин бридж через бруклин бридж мы переедем и окажемся в бруклине вот такой план для тех кто никогда не был в нью-йорке напоминаю и веню идут вертикально север на юг с юга на север их пересекают стрит и стрит идут по номерам перпендикулярно и веню то есть востока на запад запада на восток сейчас мы едем по 2 и веню на юг за 42 доедем когда-то 42 была ну не сайт правда снова в сайт местом таким не очень спокойным когда я приехал в начале 90-х тогда там полиция была были проститутки в общем не то место где всем хотелось бы быть с тех пор все конечно изменилось сорок вторая хорошая симпатичная улица вот мы сейчас поворачиваем на льяван зеленая стрелочка светофора принципе правила такие же как и в советском союзе были если что новое для меня было когда я приехал сюда это то что есть светофоры с четырьмя стопами и каждый должен быть приличным человеком и соответственно уступить дорогу тому кто приехал чуть раньше и это работает на удивление вот слева вы видите здание United Nations оп не успел не будем на желтый не будем слева United Nations Headquarters вот это вот там они но нам туда не надо мы не уважаем эту организацию и ехать туда не надо поедем прямо вниз вот туда и выскочим он уже видно вот там чуть дальше такой такая как эстакада это выезд на трассу вот мы сейчас едем к восточной окраине Манхэттена там видно вода вдалеке это East River East River с востока Манхэттен омывается чистыми и не очень чистыми водами East River с запада Hudson River но мы туда не едем сегодня вот нужно ехать велосипедистом до фонаря что красный поэтому они едут на красный но мы же вами не какие с вами не какие-то велосипедисты там через дорогу видны такие высотки это Квинс район Квинс а точнее микрорайон если брать этот микрорайон называется Long Island City ничего общего с Long Island с островом не имеет но так называется что сделать вот мы сейчас едем на юг слева от нас идет так чуть повыше FDR вот эта трасса на которую мы должны попасть чтобы доехать до Бруклин-бридж я не знаю насколько шумно будет запись в машине но будем надеяться что не очень шумно вот так сейчас мы будем проезжать я вам прокомментирую слегка вот мы сейчас будем проезжать три моста будут вообще мостов больше но три моста будут мы с вами будем проезжать по FDR трассе три моста ее пересекает в этой части один из них называется Williamson Bridge sorry sorry Williamsburg Williamsburg Bridge потом будет Manhattan Bridge и следующий будет Brooklyn Bridge Brooklyn Bridge это тот куда мы с вами повернем трасса вот мы сейчас под ней пока это FDR называется и вон там на большом зеленом знаке вы увидите написано FDR FDR это сокращение от Franklin Delano Roosevelt Franklin Delano Roosevelt это был такой президент у нас может быть кто знает это был президент который был на инвалидной коляске у него был в детстве когда-то по-моему в детстве полиомиелит поэтому он был на инвалидной коляске причем что интересное об FDR об этом президенте что он единственный президент который был четыре срока президентом Соединенных Штатов Америки сначала он был президентом во время депрессии когда-то в те годы Великой депрессии потом он стал президентом опять с перерывом когда начиналась война Вторая мировая и вот он там он так зацепился задержался его переизбирали хотя до этого была традиция что больше чем два срока никто не президент но как говорится традиция шмодиция закона не было и вот после после того как уже после его смерти по-моему в пятьдесят первом году была принята 22 поправка конституции которая четко сказала что президент не может быть больше чем два срока не важно это два срока один за одним или это два срока по отдельности но два срока по четыре года теоретически теоретически Есть возможность, что президент будет не в 8 лет максимум, а до 10 лет. И такой случай был, когда убили Джона Кеннеди в 1963-м. Вместо него стал Линдон Джонсон. И он стал не потому, что его выбирали, а потому, что такая ситуация получилась. Не было президента. И он был чуть меньше двух лет. А потом, по-моему, его переизбирали, не помню. Но вот если такая ситуация, допустим, меньше двух лет, и еще потом уже официальные выборы на 4 года, и опять на 4 года. То есть 4, 4 плюс 2 отравняется 10 лет. Вот я не помню про Линдона Джонсона. Использован ли он такую opportunity или не использовал? Надо будет проверить потом. Но мы, как говорится, не профессионалы-историки, а дилетанты. Я и так много вам рассказал, правда? Сейчас трафика нет. Сейчас суббота. Но здесь часто бывает трафик. Вон уже знак, вы видите, зелененький. Williamsburg Bridge. Next exit. Но мы скоро будем... Мы под ним проедем скоро. Если переехать по нему в сторону, в Бруклин, то там как раз недалеко от того места, где вы сойдете с моста, будет район, который тоже так называется. Williamsburg Bridge. Когда-то был район не очень. Потом лет 10 назад он стал застраиваться. Молодежь стала ехать. Всякие artsy people стали туда переезжать. И район стал хорошим. Williamsburg. Прямо возле моста между Williamsburg и... А, нет, не там. Но там рядом все равно хорошо. Есть такой райончик, который называется Dumbo. Dumbo. Бруклин. Ножками, пешочком. Сейчас я вам расскажу. Мы подъедем к Бруклин-Бриджу. Вот это справа, вы видите, такие унылые здания. Это так называемые проекты. Это очень дешевое жилье для бедных людей. Там, конечно, и с преступностью бывают. Нелады с законом у некоторых обитателей. Но, тем не менее, недорогое жилье. И в свое время, когда в Союзе строили хрущевки, здесь строили эти проекты. Это дать много квартир недорогих. Вот. И вот впереди вы уже видите Williamsburg Bridge сверху. Пересекаете. Налево туда уходит на Бруклин. Следующий мост сразу за ним. Видите, по нему идет метро, в частности. Он тоже двухэтажный. И там и метро, и там машины. Это называется Manhattan Bridge. Вот этот. Если кому надо в Chinatown в Манхэттене, то вот если вы с Бруклина переедете по нему, вы там, как разокажете, в том, примерно, районе. До Лэнси-стрит там все было очень дешево, я помню, когда я приехал. Ну, вещи я имею в виду, вещи, всякая ерунда. Chinatown, Китай-город, тоже там все дешево, естественно. Вот. И следующий мост уже будет Бруклин-Бриндж. Сейчас мы к нему подъедем и на него заедем. Взгромоздимся, я бы даже так сказал. Вот уже пошли знаки. Бруклин-Бриндж. Дальше за Бруклин... Вон Бруклин-Бриндж уже виден. Дальше за ним видны какие-то небоскребы даунтауна, финансового района Манхэттена. Но туда мы не доедем, потому как мы сейчас едем на мост. И поедем туда, налево, на Бруклин. Так, что я вам сказал? Я не понял, что я вам сказал. Это же не Бруклин-Бриндж, это же Манхэттен-Бриндж. Конечно, это Манхэттен-Бриндж. Мы под ним проезжаем. А я вам рассказывал про Вилгенсбург сначала, а потом сказал, что это уже Манхэттен. Нет, Манхэттен мы только что проехали под ним. А Бруклин-Бриндж вот сейчас вы видите. Конечно, вечером симпатично, когда все эти здания горят. Фонари, лампочки, свет, махины. Ну и с западной стороны тоже. Вообще красивый город, что там говорить. Здесь можно поворачивать с двух полос, поэтому я не перестраиваюсь. Бруклин-Бридж, он где-то чуть-чуть не дотягивает по длине до двух километров. Но на этом же мосту посередине идет пешеходная дорожка, по которой можно пройти просто пешком в Бруклин. Если быстро идти, минут 35-40, наверное, медленно, за час дойдете. Но оттуда можно хорошо пофоткаться. Вообще хорошее упражнение такое. Я не знаю, будет ли видно из машины, как люди ходят туда-сюда посередине. Вон, видно, видите, вон люди идут. Они вот сейчас заходят на Брюзиле, сходят с него. Какие-то лавочки что-то продают. Вот слева, слева люди идут, это они идут пешком через мост. Но мы с вами автомобилисты, и мы будем ехать сегодня. Там где-то посередине моста можно подняться, оно симпатичное такое место, и фоткать Манхэттен. С моста я буду, сразу после моста я буду ходить направо, поэтому мне лучше перестроиться. Мост был построен 140 лет назад. Махина, конечно. Сейчас, может быть, конечно, вас особо не удивит, но подумайте, 1883 год был построен этот мост. В каких-то местах он на канатах подвесные кусочки, но не весь мост подвесной. В отличие от Верозана Брюдж, например, который идет из Бруктонавстейт Найланд, тот подвесной полностью, и он длиной чуть меньше трех километров, но этот нет. По-другому я мог бы проехать в Бруклин из той же самой дороги, если бы я не повернул на мост этот, я бы там чуть дальше проехал, и есть там мост, который называется Battery Park. Оно, да, не Battery Park, а Battery Tunnel. Или его вообще уже в кого-то переименовали, я уже не помню. По-моему, какое-то имя ему сейчас дали другое. Но это не суть. Он под речкой, под Истривер он бы вас провез бы за какие-нибудь жалкие 6 долларов в один конец, но сейчас трафика нет, и просто так выбрасывать 6 долларов мы с вами не можем. Слева там кто-то играет на ксилофоне, а тут люди заходят на мост, только уже с другой стороны идти в Манхэттен. Те высотки все сзади, которые вы видите, это downtown Brooklyn, центр Бруклина, там в том же районе всякие суды, городское управление, Бруклинское. Бруклин довольно большой райончик, по-моему, там 800 тысяч живет в Бруклине, человек. Если не больше, может и больше. Может и больше, не хочу врать. Все в Манхэттене 8,5 миллионов живет. Сейчас начало июля, была же орга неделя, но сейчас терпимо. Хотя не холодно. 88 градусов, я смотрю у себя. Это где-то сколько? Наверное, где-то 29 градусов, я думаю. Цельсия. 88 по Фаренгейту. Но в машине работает кондиционер, что есть плюсом. Бруклин, конечно, район потише, чем Манхэттен. Очень многие люди живут в Бруклине и ездят на метро, на работу в Манхэттен. Сейчас вообще, конечно, время удаленки, но в принципе, основная работа, конечно, в Манхэттене, а Бруклин – это место, где люди enjoy life и спят. Бруклин более такой двухэтажный. Сейчас на очередную трассу мы должны въехать, называется BQE, Бруклин-Квинс Экспресс-вэй. Немного по ней проедем, а потом повернем на Просфит-Парквей и заедем в Бруклин. Ну, вернее, в Бруклине мы уже, ну, а мы поедем в ту часть города, куда мне надо. Я еще немножко камеру подержу, мы уже сколько, 18 минут снимаем с вами. Я думаю, сейчас начнутся всякие трафики и не очень интересно будет. Ну, подождем еще пару минут. Куда спешить? Вы же никуда не торопитесь, правда? И я тоже сижу себе в машине. Если у вас будут какие-то конкретные вопросы вообще именно по этой дороге или там по улицам, по вождению, по движению в Нью-Йорке, задавайте вопросы, конечно, я вам отвечу в отдельных других подкастах. Это вообще такое незапланированное видео, я просто решил, да, и думаю, включу. Когда была пандемия, конечно, город был пустой. Манхэттен был пустой вообще. Все вернулось. Сейчас опять пробки в городе, в Манхэттене. И, если вы помните, мы начали движение примерно с какой, я уже не помню, с 49-й улицы. Они собираются брать дополнительные деньги с тех, кто въезжает в город ниже 60-й улицы. Ну, собственно, там, где мы были, в частности, тоже. Меня это особо не касается. Я уже в Манхэттене. Но если людям надо ездить на работу и въезжать в город каждый день пять раз в неделю, то это набегает. А там и так надо платить уже сегодня. И многие годы мы платили то, что называется толы. Сегодня я не помню, я давно не въезжал из Нью-Джерси, но там не то 19, не то 16 долларов, чтобы въехать в Нью-Джерси. Из Нью-Джерси, вернее, в Манхэттен. А сейчас они хотят еще 23 доллара. Зависит от того, от час пика или не час пик. Может, где-то будет чуть меньше, но, в общем, ужас. Подумаешь, что трижды стоит ли ехать в Манхэттен на машине. Или садиться надо в какой-нибудь автобус в Нью-Джерси или кто живет возле поезда, можно приехать в Манхэттен. Они хотят эти деньги вложить в город, в строительство метро, в улучшение, в новые станции и так далее. Ну, тут здесь всегда трафик, конечно. Не то, чтобы сильно большой, но для этого места это терпимо. я вижу, колеса крутятся у машин, значит, мы спишемся и сольемся в едином порыве с этими полосами, которые слева. Ну, вот этот дядя хочет уехать, а нам как раз-таки налево надо. Моя машина мне пикает, говорит, не поворачивая налево, там кто-то есть в этой blind zone, в слепом месте, которое не видно. Ну, вот мы перестроились спокойно, без нервов. Вообще, конечно, водитель в Нью-Йорке, я бы даже сказал, более нервный, чем в других местах. Вспыльчивый. Конечно, когда целый день покатаешься здесь в пробках, выдержка уже не та, ну, особенно, если ты таксист или в Убере катаешься. Вот, посмотрите, видите, они все съезжают в наглую справа и втискиваются. Но у меня ни одна мышца не дрогнет, я вообще не парюсь, не нервюсь. Вот, еще один, он хочет быстрее всех. Значит, ему надо быстрее. Нервничать на эту тему мы никак не будем. Они все нарушают. Вот эти справа они нарушают правила, потому что это не трасса. Может получить штраф солидный, а может и не получить, если повезет. Сверху тоже трасса, как вы понимаете. А вот справа начинаются всякие здания. Раньше, когда я приехал сюда, здесь были в основном такие какие-то склады, швейные цеха. У меня жена даже работала две недели как-то. Как только приехала, она работала здесь, устроилась, чтобы хоть какие-то деньги заработать швеей. И две недели она там что-то строчила. Но потом это все меняется, они переделывают эти склады и фабрики в хорошие жилые дома, такие современные, с хорошими квартирами. И все это старье уходит. Старье уходит, более богатые люди заселяются сюда, более бедные выталкиваются естественным путем. Это называется gentrification. По-моему, есть такое слово gentrification по-русски уже тоже. В общем, трафика особого не было, скажем честно. Для этого места считаю вообще его не было. Сейчас мы доедем до выхода exit. Exit это выезд, съезд, выход. Когда мы доедем до выхода на проспект парквей, я там еще чуть-чуть поснимаю по оушен парквей. Эта улица такая популярная, известная и она ведет я имею в виду оушен парквей, она ведет на Брайтон Бич, куда мы не поедем. Дороги в Нью-Йорке не очень, в городе Нью-Йорке. В штате другая тема. В любом штате дороги отличные, а в городе, в самих крупных городах дороги обычно хуже. Ну, Нью-Йорку само собой. Станем в левую полосу, потому что нам уходить налево будет скоро. Сейчас мы едем с небольшой скоростью 40 миль в час. 40 миль в час это чуть больше 60 километров в час. Вернее, уже 48, но это немного все равно. Вот знаки зеленые, знаки хорошие в Америке. Вот это мне нравится. Видите, она показывает. Если поеду прямо, попаду на Верозано Бридж, но мне туда не надо. А мне надо две левые полосы, из которых я уйду на Проспект Парквей. А трасс, по которому едем, называется BQE. Brooklyn Queens Expressway. Queen сзади от меня. Если бы мне надо было в Queens, мне надо было развернуться. Так по-английски это называется to make a U-turn. U, это знаете, как буква U выглядит английская. То есть представьте себе, что вы заезжаете на букву U с верхнего левого угла, едете вниз и разворачиваетесь на правый верхний угол или точку. Поэтому U-turn разворот называется. Вот мы уходим на проспект Парквей, которая автоматически перейдет в Ocean Парквей. Я эти места хорошо знаю, много ездил здесь по разным делам. Некоторые люди любят Бруклин больше, чем Манхэттен. Хотя Манхэттен, конечно, красавчик, а Бруклин такой себе обыденный спальный город. Но все равно он тихий, спокойный, есть много мест здесь с зеленью больше, значительно, чем в Манхэттене. В общем, люди любят Бруклин. Особенно если вы какой-то иммигрант, то в Бруклине есть много районов, где живут прямо вот такие общины. Ну, общины, это, может, неправильное слово, комьюнити мы говорим. Комьюнити. Ну, вот, как и, конечно, известный Брайтон-Бич, там, где много русских живет в том районе. Какой-нибудь там Бенсенхерст, где он был больше итальянский. Ну, в общем, есть арабские районы, много есть разных, именно по этническим каким-то корням. Те, кто хотят иметь свои, вернее, привычные магазины для товары из тех стран, откуда они приехали. Они седаются в Бруклине, вот в таких районах. вот уже мы подъезжаем, сейчас будем переходить в Оушен-парк. В Оушен-парк это такая зеленая улица, тоже симпатичная. там очень много живет людей из бывшего Советского Союза эмигрантов. На ней можно видеть вот так справа-слева будут всякие скверики или лавочки, иногда можно видеть там людей, которые играют в домино, это наверняка русские эмигранты. Я говорю, когда русские, это имеется в виду эмигранты из Советского Союза или из стран СНГ. На этой же Оушен-парке можно увидеть много еврейских всяких общин, ешивы, синагоги, большие, небольшие. Что примечательно, что в отличие, скажем, от Европы евреи здесь чувствуют себя нормально, я бы даже сказал отлично, людьми первого сорта, в то время как в Европе они вынуждены прятаться, лишний знак не напиши на еврейте, а здесь нет, вперед и с песней. Вообще в городе Нью-Йорке я слышал, живет из вот этих 8,5 миллионов людей, я имею в виду в пяти Борово, во всех районах, один миллион это еврей, один миллион. То есть это, конечно, немало, как вы сами понимаете. Что дальше, если поехать еще, может быть, пару километров по этой улице, она длиннейшая, эта улица, и она упрется в море, в море, в пляже, ну, не в море, в океан Атлантический, и там же и Брайтон-Бич. Но если километры примерно через два отсюда, там будет район, который называется Боро-Парк. Боро-Парк это район, где живет много ортодоксальных евреев, которые одеваются, соответственно, ходят в синагоги, в ешивы, молятся, соблюдают в субботу все. Но это чуть дальше, мы до него не доедем. Так. И вообще, я думаю, пора уже выключать видеосъемку. Я думаю, у вас появилось какое-то представление об одной маленькой, об одном маленьком маршруте, а их знаете сколько? Но мы с вами, напоминаю, ехали из Midtown East в Бруклин. Мы ехали сначала по FDR, а потом поехали на Бруклин Бридж, пересекли East River и заехали на Ocean Parkway. Спасибо, что слушали, полчасика пролетели, нажимаю на кнопочку стоп и еду по своим делам дальше. Пока.